Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Коротко о главном. Байкот как метод диалога. Водители маршрутных такси столицы утром 16 мая не вышли на работу. Надежда на захват. Сотрудники милиции снова освободили занятые квартиры по адресу Аргун 18А. Ее сердце ждет помощи. Жизнь годовалой Марии Каратич зависит от каждого из нас. Республика Абхазия. Опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития. Так называется международная научная конференция, посвященная 25-летию независимости и победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости Республики Российской Федерации, которая состоялась в столице в Музее боевой славы. Организаторы Государственного музея боевой славы совместно с партией Форум народного единства Абхазии и Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Гулия. На открытии мероприятия выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости! Необходимость анализа и обобщения богатого и уникального опыта национально-освободительного движения в нашей стране тенденций развития общественно-политических процессов, приведших в конечном итоге к реальному воплощению права нашего народа на самоопределение, продиктовано логикой судьбоносных событий и внутренне осознанным стремлением двигаться уверенно по пути дальнейшего укрепления своей государственности. В то же время 25-летие независимости и победы, 10-летие признания Республики Абхазии Российской Федерации, наполненные глубоким символическим смыслом, духом постоянной и последовательной борьбы за возрождение и восстановление ценностей, определяющих суть нашей национальной идеи. Эти даты, характеризующие драматизм и социальную остроту, выстраданной независимости и свободы, несут в себе не только историко-политическую, но и в определенной степени идеологическую нагрузку. Видеоотчет с конференции смотрите после выпуска новостей. Бойкот как метод диалога. Водители маршрутных такси столицы утром 16 мая не вышли на работу. Они требуют повышения стоимости проезда с 15 до 20 рублей. По их словам, из-за роста цен на бензин и горюче-смазочные материалы существенно снизился их собственный заработок. В ходе акции протеста водители еще раз решили напомнить властям города о разбитых дорогах, езда по которым также не лучшим образом сказывается на состоянии транспорта. Репортаж Марьянны Котовой. Водители сухумских маршрутных такси 16 мая решили не выходить на работу. Точнее, на работу они пришли, но возить пассажиров отказались. Они требуют повышения стоимости проезда. 15 мая водители маршруток предприняли попытку самовольно поднять цену с 15 до 20 рублей. Но милиция по просьбе городских властей пресекла эту инициативу. И тогда транспортники решили не выходить в рейсы. Водители утверждают, что из-за повышения цен на топливо их доход существенно снизился. Поэтому перевозить пассажиров по прежним тарифам – это значит работать в ущерб себе. Вот здесь все, которые, большинство работают, все вояки, все за Абхазию, которые… А что, их не жаленый народ? А у них нету семьи? Мы считаем, бездетные были, бездомные, что ли? У нас дети есть, все, все, как положено, как у нормальных людей. А что тогда? Почему вы не можете, если вы так за нас переживаете, не можете решить этот вопрос? Третий год уже идет. А что они должны делать домой? Что должны донести? Водители считают, что повышение тарифа за проезд на 5 рублей на толщину кошелька пассажира существенно не повлияет. А водителю, напротив, станет полноценной компенсацией. Мы лишнее себе не позволяем, что-то сверхъестественное, ничего не хотим. Просто всего лишь добавить несчастные какие-то 5 рублей. Также маршрутчики говорят о том, что условия их труда не соответствуют нормам. Водители вынуждены ездить по дорогам, непригодным для передвижения городского транспорта. Ходят машину, чистят, убирают, а ну-ка, пыль, мы дышим этим, и люди дышат. И вам это приятно будет? Вот здесь грязи стоят, вот. Посмотрите, как мы стоим. А когда идет дождь, грязи ходим. Одно колесо только, и 5 тысяч обходится. У меня одно колесо лопнуло, второе лопнуло. Я взял у него, взял у него, сделал машину, еще работаю. В долг берем, там идем. Это еще хорошо нам дают в долг. Водители троллейбусов, которым в этот день пришлось взять на себя половину городского пассажиропотока, поддерживают своих коллег. Ведь и тем и другим приходится каждый день выходить на дороги, далекие от положенных стандартов, которые гробят не только машины, но и здоровье шофера. Сами видите, это личный транспорт. Его делать надо, ремонтировать надо. Бензин дорожает, солярка дорожает. Мы-то хоть на свету ездим, не электричество, но они-то, да, поддерживают их. Ну, сейчас, да, народ тоже жалко, они все имеют возможность. Ну, за это и троллейбусы ездят, и автобусы ездят. Есть и пассажиры, которые поддерживают инициативу водителей маршруток. По мнению горожан, недовольство транспортников вполне справедливо. И методы борьбы за свои права оправданы. Но я ихнюю забастовку поддерживаю, потому что 5 рублей. Пусть они на себя посмотрят. Не 5 рублей, у них они миллионами деньги берут. А зачем, в чем они провинились? У них у всех семьи, рейсов очень много. За день, может быть, они 3-4 рейса делают. Дороги очень плохие у нас. Большинству населения важна не только цена за проезд, но и качество обслуживания. Один из его критериев – продолжительность ожидания автобуса или маршрутки. Не у всех есть сила и время просиживать на пыльной остановке прямо под палящим солнцем в ожидании троллейбуса. Поэтому они готовы платить за проезд любую цену. Я для меня это самое, я заплатила и поехала, и спасибо. Я больная женщина, не могу здесь стоять сутками, часами. Уже раз в 20 рублей, допускай, уже едут на 20 рублей. Так нехорошо, между прочим. Вот стоим в ту сторону, в сторону Келосури. Как добраться вот сейчас? Троллейбус один ходит с маяка когда-то через 2 часа. И мы стоим вот здесь. Однако не все считают правильным повышение стоимости проезда в маршрутках. По мнению некоторых пользователей городского транспорта, рост тарифов на перевозку пассажиров должен быть пропорционален не только повышению цен на бензин, но и адекватен по отношению к величине заработной платы и пенсии. Мы не все одинаковые, все в одном котле. Но нас не поймут. За садик плати, там плати. А зарплату откуда берем? С 17-го года 10 тысяч планировали пенсию. Где 10 тысяч? 10 тысяч нет, 3 тысячи уже отняли. В Сухумском городском собрании новость о забастовке водителей маршрутных такси стала неожиданностью, так как уже около месяца здесь пытаются найти компромиссное решение этой проблемы. Городские депутаты рассматривают различные варианты. От освобождения водителей от ежедневной уплаты путевок до дотации на приобретение топлива. Предположительно так. Если до пятницы у нас получится решить вопрос с дотациями, этим делом занимается министр экономики Ардзенба Адгуру Миранович. Он обещал помочь. Если получится датировать их топливом, то возможно мы сможем удержать цену на 15 рублях, что очень хотелось бы сделать. Если с дотациями не получится, то скорее всего будет на увеличение. На какую дату, на какой срок пока сказать не могу. Что касается ремонта дорог, то, по словам Пили, этот вопрос очень далекой перспективы, так как в настоящее время у города просто-напросто нет на это денег. Состояние дорог, это очень плохо влияет и на их обслуживание, и на транспорт, и вообще на людей, и вообще на горожан. У нас в тяжелом состоянии ряд дорог. Да, ремонтируется, но очень все это медленно, тяжело. Сегодня бюджет у нас первый квартал с показанием минус 90 миллионов. Несобираемость налоговая не потому, что не собирают, а действительно экономическая ситуация идет на спад. Посмотрим после лета. Вопрос с повышением цены проезда в сухумских маршрутках столичные депутаты обещали решить до пятницы. Каким будет это решение, не так важно, как понимание, что все чаще проблемы, требующие рассмотрения в кабинетах, выходят на улицы. И именно улицы сегодня управляют государством, а не наоборот. Марьяна Котова, Раму Камкия, Торник Амичба, Абазатовая. Надежда на захват. Сотрудники милиции снова освободили занятые квартиры по адресу Аргун 18А в новом районе Сухума. В этот раз 9 семей пытаются таким образом привлечь внимание к своим проблемам. Есть среди них ветераны, инвалиды войны, многодетные и матери-одиночки. Все ждут помощи, обещанное государством многие годы назад. Кто-то не может сделать ремонт, у кого-то рушится дом, у кого-то нет больше средств на съемное жилье. На все просьбы, жалобы и заявления ответ один – денег нет. Люди надеются, что кабинет министров поможет им так же, как и предыдущим захватчикам, то есть выделит деньги на жилье. Сработает ли эта схема в очередной раз? Пыталась разобраться Надежда Боровикова. Это все тот же герой наших предыдущих репортажей – дом номер 18А по улице Аргун. К приезду съемочной группы сотрудники милиции уже освободили незаконно захваченные квартиры и охраняли подъезд, чтобы нарушители не попытались заселиться обратно. Это одна из восьми квартир в подъезде, в которых сломаны двери. Это типовая трехкомнатная квартира. Здесь есть две небольшие спальни, большой зал с выходами на два балкона, кухня и санузел. Дом сдан в эксплуатацию около четырех лет назад. Здесь неплохой ремонт от застройщика, новые обои, двери, подключен свет и вода. В данный момент в квартирах никого нет. Сегодня утром сотрудники милиции попросили захватчиков освободить помещение. Лишь в одной квартире нам удалось обнаружить незаконных жильцов. Женщина и пятеро ее детей живут здесь с прошлого сентября. Дать полноценное интервью она отказалась, поэтому лица героини мы показать не можем. Но своей историей она все же поделилась. На массиве у нас квартира наша, но там такие соседи хорошие, что ремонт когда делали, весь свой мусор спустили к нам и вот эти все поломали двери, а дверь была такая обычная простая дверь. Они все окна, которые простые были, но были, сняли. И теперь там делать, это вообще ужас, там такой мусор, вообще все лежит. Я не боюсь убирать мусора, но людям объяснять, что там контейнер, денег стоит, это денег стоит. Я сегодня работаю, у меня сейчас я без работы месяц, до того, как до первого июня сезон начнется, а май месяц я два часа в неделю с ребенком занимаюсь в школе, подготавливаю 200 рублей. Это же смешно, пять детей. Моих детей, моих трех сыновей будут призывать в армию, мои дети обязаны служить, правда? А мне никто ничего, ничего не обязан. Я не хочу служить государству, которое мне даже просто крышу организовать не может. Мой муж когда босиком бегал по тому шу, тогда было хорошо, сейчас он никому не нужен. Вера Шестопалова – одна из немногих, кто живет в этом подъезде на законных основаниях. Квартиру здесь она получила взамен дома на Мочарке, который после войны заняли посторонние люди. Именно для таких, как Вера, на средства Российской Федерации был построен этот дом. Говорит, что на ее памяти это уже пятый захват пустующих квартир. Просто приезжали машины с детьми, с женщинами, мужчинами. Приезжали и вскрывали двери. Взламывали двери, сидели. Здесь вызывали милицию уже сколько раз. А вот после вчерашних событий это вообще был ужас. 20 машин приехало, столько людей поднялись. Сейчас мы еще сперва подумали, что девочку вот окрали и привезли. А на самом деле мы вообще не думали, что тут происходит очередной рейд. Помимо неудобства, что санитарных условий, разграбление квартир, вандализм. Вот просто назовите вандализмом это. Под вандализмом Вера имеет в виду оторванные смесители, потопы, устроенные по неосторожности, отбитую плитку, забитую канализацию. Захватчики же говорят, что именно на эти квартиры они не претендуют. Просто хотят привлечь внимание властей к своим проблемам. У нас 9 семей. Среди этих 9 семей тут находятся многодетные мамы, инвалиды, войны. Тут матери-одиночки находятся. Которые многократно уже обращались в правительство за помощью. Но нам не оказали никакую помощь. Все оттягивали время. Мы ждали, мы официально обращались, письменные, коллективные письма создавали. Но ничего не получалось. Тут есть Гудаутские, есть Сухумские, есть Чемчирские. Тут с разных мест, которые снимают уже не один год квартиры. Есть, например, среди них я 20 лет уже снимаю квартиру. Я многодетная мама, у меня трое детей. Твое дети учатся в интернате. Один ребенок инвалид. Мы уже 20 лет снимаем квартиру. У меня один супруг работает. Мы не тянем уже. На вопрос, почему именно этот дом выбрали для захвата, Елена Келосонья отвечает. Ну, потому что в этом доме неоднократно делалось захват и выдавалась квартира. Вот есть семьи, которые уже выдали квартиру. А мы в эту группу, ну, мы были в этих списках, но нам не выдали эти квартиры. Эту информацию подтверждают в Управлении жилищного хозяйства администрации города Сухум. Хотя к выделению жилья предыдущим захватчикам это ведомство отношения не имеет. Первый раз был захват этого же дома. Им выделили 10 квартир по адресу Красномаякская, там какая-то, я не помню, с фонда репатриации. После этого были еще такие требования, так скажем, не санкционированные, по этому же адресу, по Красномаякской. Выделили еще 6 квартир. Это вошло в норму. И потом был еще один захват, в результате которого правительство приобрело за свой счет, я не знаю, и средства, значит, бюджета, наверное, 12 квартир вот по адресу Гумистинска, 4Б. И вот этот дом Аргун-18А стал стартовой площадкой для тех, кто хочет как-то, значит, получить жилье. После того, как захватчики первой, второй и третьей волны получили квартиры, а среди них были иногородние, в жилуправление потянулись возмущенные сухумчане, которые в свое время собрали необходимые документы, встали в очередь, как того требует закон, и уже много лет безрезультатно ждут жилье. Всего на учете 2413 человек, в том числе семьи погибших и инвалиды первой группы ОВР, а 92-го, 23-го, 245 человек, по горельце 107 человек. Итого получается 352 человек, это вне очередников. Эта очередь не движется, так как за все послевоенное время ни государством, ни районными администрациями не было построено ни одного дома. Трофейное жилье в Сухуми закончилось много лет назад, то есть все зияющие дырами окна в городе на самом деле имеют своих законных владельцев. Жилищный кодекс Абхазии датируется 1978 годом, и там написано, что советский гражданин имеет право на социальное жилье. Но такого жилья в Абхазии нет и в ближайшее время не предвидится. Быть может, поэтому очередные отчаявшиеся захватчики снова стоят под Кабмином, в надежде, что в таком исключительном порядке чиновники их услышат и помогут. Сегодня наших героев принял вице-премьер Астамур Кецба и пообещал в течение недели разобраться в проблеме и наметить пути ее решения. Надежда Боровикова, Торни Камичба, Абаза ТВ. Кабинет министра в Абхазии объявил 24 мая республиканским днем чистоты. В этой связи премьер-министр Геннадий Гогуля выступил с обращением к гражданам республики. В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий, посвященных десятилетию дня международного признания независимости и 25-летию дня победы и независимости Республики Абхазия, принято решение объявить рабочий день 24 мая 2018 года республиканским днем чистоты. Обращаемся к трудовым коллективам, организациям и учреждениям, учащимся в общеобразовательных заведениях, жителям многоквартирных домов и частных домовладений, ко всем, кто искренне любит свою родину. Призываем вас принять участие в республиканском дне чистоты. Совместными усилиями сделаем нашу республику самой чистой и уютной. Процесс пошел. Министр здравоохранения Республики Томас Цахнаки встретился с заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования России Юрием Нечипаренко. Обсуждалась реализация двустороннего соглашения об обязательном медицинском страховании российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии. Юрий Нечипаренко подчеркнул, процесс пошел. Прошел месяц с момента предыдущего посещения Абхазии и сейчас ясно видно, в спокойном режиме мы переходим к этапу работы с населением. Впечатления исключительно позитивные, пояснил заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По его словам, Минздрав Абхазии выполнил весь объем работ раньше обозначенного срока. Пункты выдачи укомплектованы и готовы к работе во всех районах Абхазии. В течение текущей недели будет отработан тестовый режим взаимодействия. При этом Томас Цахнаки отметил, уже на следующей неделе мы дадим полную информацию для населения относительно начала приема граждан для подачи документов на получение полиса УМС. Министр здравоохранения сообщил, что граждан России, проживающих на территории Абхазии, проинформируют о перечне необходимых документов для получения полиса УМС, адресах пунктов выдачи полиса в режиме их работы. Ее сердце ждет нашей помощи. Телекомпания Абаза ТВ и Культурно-благотворительный фонд Ашана продолжают рассказывать вам истории тяжело больных детей, которым без нашей помощи не справиться. Сегодня это годовалая Мария Каратич. Улыбчивая девочка с врожденным пороком сердца ждет вашего участия, а ее историю расскажет моя коллега Элеонора Елаян. Много смеется, часто покрикивает, любит переворачивать дом и обниматься. А еще она задыхается почти каждый день, и чем дальше, тем сильнее. Маша Каратич, кот, и ее порок у сердца тоже. У девочки дефектный желудочек, лотеревая в ротке. Это опасно тем, что в итоге, так как сердце работает ненормально, больше крови поступает из легких в левый желудочек. Левый желудочек вначале расширяется, потом гипертрофируется, то есть увеличивается в размерах. Потом гипертрофируется и правый желудочек, и происходит изменение в легких. То есть там сначала идет спазм сосудов, а потом их заращение соединительной ткани. То есть сосуды не могут пропускать кровь к легким. Радость появления на свет первого ребенка в молодой семье Каратич была омрачена новостью о болезни ребенка. На третий день после рождения маму с новорожденной выписали из родильного дома без каких-либо опасений за здоровье ребенка. Через неделю после выписки на плановом осмотре был обнаружен подозрительный шум в сердце, и малышку срочно направили к детскому кардиологу. Как оказалось, опасения были не напрасны. Врач поставил диагноз. Один раз поехали, другой раз. Все время подтверждалось. Потом Паддлер нас направили, поехали, и уже точно сказали, что надо в ближайшие 2-3 месяца делать. Ну вообще как-то, ну, как описать состояние. Родители никогда знают, что ребенок порок в сердце, что надо требуется первого стоящая операция, а денег в наше время очень туго где-то найти. И вот обратились в фонд. Ну так вот, как видите, жизненные, радостные. Все, ну, бывает, что начинает задыхаться, синеть. Под глазами убивает, синее становится. Дышка большая, синее. Даже вот час вот хрипит. Вот так. Боимся за каждое, чтобы меньше бесилось. Маме! И развидашь, меньше бесится, сами видите. До недавнего времени никаких серьезных опасений за здоровье малышки не было. Но Мария в последнее время капризничает. Дыхание становится прерывистым. Во время плача девочка закатывается и синее. Именно вот эта жизнерадостная девочка, которую вы сейчас видите на своих экранах. Благо, диагноз Маши не приговор. В НИИ кардиологии Томска готовы провести хирургическую операцию по устранению дефектами желудочковой перегородки. Однако это лечение стоит 541 тысячу рублей. Самостоятельно собрать такую сумму семья ребенка просто не в состоянии. Живут на съемной квартире в авиагородке. Отец берется за любую работу. Но цифры для одного мужчины огромные. А вот для всей страны нет. Зато какая жизнь наканула. Для меня это все. Просто что... Даже, ну как вам, объясните, мне все это для меня. Мой жизнь. Я даже не знаю, что если будет, что случится. Просто даже описать не буду. Напоминаю, всего 541 тысяча рублей дает надежду этой годовалой малышке полностью излечиться от недуга. Маша сможет вырасти полноценной девочкой и, возможно, даже не помнить о том, что когда-то болела. Сейчас она делает первые шаги. И пусть они будут здоровое будущее. Если вы решили помочь Марии, любая помощь будет принята с великой благодарностью для операторов сотовой связи Абхазии. Отправьте смс со словом «добро» кириллице или латинице на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Услуга «Перенос баланса» – благотворительность. Абоненты «Амобайл» и «Аквафон» могут перевести пожертвования на баланс фонда, набрав 147 звездочка сумма перевода решетка. Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка, Абхазии и Гарантбанка. О других способах помощи вы можете узнать по телефону 773-5050 и 921-03-03 или на сайте www.ashanakbf.com. Наша монета в Париже. Памятные монеты Республики Абхазия теперь в крупнейшем французском нумизматическом издании «Маная Магазин». На обложке журнала в правом нижнем углу публикация анонсируется как официальное сообщение от Банка Абхазии на странице 3. В статье, опубликованной в майском номере этого престижного издания, подробно освещается эмиссионная деятельность Банка Абхазии, говорится о становлении и развитии Национального банка памятных монет, приводится описание серий, в которых они представлены. Вокалистки из Абхазии стали лауреатами ежегодной международной премии Art Open World в области исполнительного исполнительского искусства в Ростове-на-Дону. Как сообщает «Спутник», там выступили Амина Джарсали и Аделина Аджба. 13-летняя Амина Джарсали в номинации «Соло» и «Страдный вокал» стала лауреатом первой и второй степени. В той же категории 7-летняя Аделина Аджба стала лауреатом третьей степени. Юные певицы также представили номер в категории «Дуэт» и получили лауреата третьей степени. В Ростов на финал приехали сильнейшие участники со всех регионов России. Этот конкурс является финалом официального чемпионата России в области исполнительского искусства. Девочки исполняли по две песни на абхазском и французском языках. Что, где, когда – финальная игра этой серии состоялась в Абхазском государственном университете. В интеллектуальном состязании, посвященном 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, приняли участие представители всех факультетов. До начала финального соревнования в АГУ проходили отборочные туры, которые смогли пройти лишь лучшие команды. Организаторами игры выступили научное общество студентов, аспирантов и молодых ученых, а также интеллектуальный творческий клуб «Дюна». Амелия Сатурян продолжит. Большая перемена и большая игра в этот день совпали в АГУ. Актовый зал полон. Сюда пришли организаторы, участники, члены жюри и все те, кому интересно стать свидетелем первого интеллектуального состязания «Что, где, когда». Приветствуем вас на финальной, в общем, университетском игре чемпионата по интеллектуальной игре «Что, где, когда». Проводим мы совместно с нашим партнером в Великобритании творческим клубом «Дюна» в рамках меробрятия, посвященной 25-летию со дня победы народа Абхазии в Отечественной войне. Подготовка к главному соревнованию знатоков проходила более шести месяцев. За это время среди факультетских команд было отобрано девять лучших. Они и приняли участие в финальной игре. Вообще идея проведения межфакультетского кубка пришла в голову после проведения седьмого чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм. И уже с ноября месяца мы начали активную подготовку. И с тех пор прошло шесть месяцев. За это время мы провели девять отборочных игр по одной на каждом факультете. С каждого факультета мы выбрали по команде победителю, которые сегодня будут представлять свои факультеты. Сегодня финальная игра и мы определим несомненного, бесспорного чемпиона нашего межфакультетского кубка. С неподдельным энтузиазмом студенты отнеслись к идее организации подобной игры, решив проверить себя и заодно расширить кругозор. Большой ажиотаж был по поводу этой игры. Очень большим спросом пользуются. Очень активное посещение. Думаю, и сегодня это тоже видно. Ребята с удовольствием приходили на игру и, естественно, и болеют. Каждый болеет всей душой за свой факультет. Многие из знатоков уже известны в интеллектуальных соревнованиях, потому у них есть возможность сравнить уровни сложности и оценить пользу от подобных игр. Первая игра была проведена на экономическом факультете, поэтому можно сказать, что с нашего факультета открывался этот конкурс. Игра очень интересная. Ребята с энтузиазмом принимают в нее участие. И она способствует общему развитию студентов, поэтому нам нравится очень. Есть среди участников и новички, но и им энтузиазма не занимать. Капитан нашей команды пригласил. Просто приди, посиди, посмотри, может понравится. Ну, собственно, пришел я туда, и как-то мне атмосфера понравилась, что молодые люди собираются, что-то интересное делают, интеллектуальное. Ну, и в итоге, не знаю, вот сейчас играем, не знаю, что из этого получится. Но, в принципе, это интересно, и я надеюсь, что это и дальше будет развиваться. На мой взгляд, это полезно очень. Среди членов жюри знакомые всем лица, руководство и преподаватели Абхазского государственного университета. Они смогут объективно оценить знания каждой команды и разобраться в спорных моментах. С каждым вопросом волнение участников нарастает. Это видно и потому, насколько бурными становятся обсуждения за столиками. Добраться в Норильск можно либо воздушным транспортом, либо водным. Поэтому в Норильске остальную часть России называют «Х». Назовите тот «Х», который был открыт последним. Время. Самое сложное для команды – вовремя определить преобладающее мнение, говорит Влада Псарди, участница от экономического факультета. Самое сложное, наверное, за достаточно короткий срок оформить свой ответ правильно, потому что в команде шесть человек, и возникает много вопросов, споров, и поэтому выбрать правильный ответ, наверное, сложнее всего. А чемпионом межфакультетского кубка стала команда биолога-географического факультета. Амелия Сатурян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Информация для мусульман Республики Абхазия. Руководство Единого духовного управления мусульман Абхазии доводит до сведения мусульман страны. Великий мусульманский пост в месяц Рамадан начинается в четверг, 17 мая сего года. Спорт. Завершился седьмой международный турнир среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Арзенба в поселке Аллахадзе Гагарского района. За переходящий футбольный кубок при поддержке Госкомитета Республики по делам молодежи и спорта и благотворительного фонда Амшен в этом году боролись шесть команд. Об итогах турнира и церемонии награждения наш корреспондент из Гагры Лаура Шарова. Турнир в этом году получился ярким, эмоциональным и запоминающимся. В финале встречались сборная Абхазии и футбольный клуб КСХИ Республика Крым. На пути к финалу футболисты обыграли своих соперников и порой в очень сложной борьбе давались победы. И эта игра не стала исключением. На поле развернулась настоящая борьба за главный трофей. Никто не хотел уступать. В упорной борьбе со счетом 1-0 кубок завоевала команда из Крыма. В церемонии награждения приняли участие дочь первого президента Республики Абхазии Владислава Арзенба, Мадина Арзенба и глава администрации Гагарского района Геннадий Сеченава. Лучшими на турнире стали Защитник Дмитрий Трошкин, нападающий Бенния Расим из сборной Абхазии. Полузащитник Агамелян Ашот, футбольный клуб Медведь Пятигорский Нарзан. Крымчане получили три номинации. Лучший вратарь Белошапка Борис, лучший игрок Мельник Александр, бомбардир турнира Антюхин Алексей, забивший пять мячей. Ну, очень хороший, достойный турнир. Мы ездили, вот мы были на Олимпиаде в Турине пять лет назад, в том году в Новой Зеландии, еще шесть лет назад были во Франции, в Антибе. Очень хороший турнир, достаточно сильным составом хороших команд. Сегодня вы видели очень тяжелая игра. Команда Пятигорска, очень сильная команда, тоже нервы потрепала. Судьи на удивление достаточно объективно отсудили. Обычно бывает, когда все-таки, тем более финал с местной командой, судьи благоволят, практически вопросов нет. Спасибо за организацию, спасибо за то, что даете такую возможность людям приехать, поиграть, встретиться. Понравилось, что на турнире участвовали очень хорошие, достойные команды, с которыми пришлось постражаться, потрудиться, такие как Пятигорск, хозяева сборной Абхазии. Ну и вот с Ростовом играли, очень интересно. Ну, хоть счет позволяет сам за себя, там мы выиграли 7-1. Ну, во втором тайме они показали зубки нам Ростову, тяжело пришлось в полуфинале. Но сегодня достойная борьба в финале. Хорошо, 1-0 выиграли. Мы боялись, конечно, последние минуты, уже начали у всех эмоции проявляться. Ну, потом в конце матча все достойно себя повели, соперники поблагодарили друг друга, пообнимались, поблагодарили за игру. И спасибо большое очень организаторам турнира за вот этот прекрасный день, за этот финал и за этот турнир. Спущены государственные флаги Абхазии и России. Организатор турнира Карл Бастанжан объявил о завершении. Очередной 7-й международный турнир по футболу среди ветеранов. На Кубок памяти первого президента Республики Абхазии Владислава Ардзенба ушел в историю. Хочу поблагодарить всех за этот 7-й международный турнир на Кубок памяти первого президента Республики Абхазии Владислава Григориевича Ардзенба. Вам всем желаю здоровья, счастья, благополучия. Обнимите друг друга. Всем удачи и благополучия. Кубок уходит. Лаура Шарова, Игорь Абдарахманов, Артак Диланян, Абаза ТВ. Артак Маркарян, Данат Партанадзе, Леонардо Агарба, Давид Пилия, Сармат Цукба и Астан Богателия стали золотыми призерами детского турнира по вольной борьбе памяти добровольца-ветерана Отечественной войны народа Абхазии Замира Маримшаова, который состоялся в Зольском муниципальном районе КБР. В турнире приняли участие около 85 спортсменов из разных районов и городов Кабардино-Балкарии, а также спортсмены из Республики Абхазия. По итогам упорной и напряженной борьбы абхазские спортсмены завоевали 6 золотых и 1 бронзовую медаль. Третье место занял Алан Цукба. Тренируют наших вольников Джон Партанадзе, Инал Гумба и Айнар Мархолия. Сейчас о погоде в Сухуми. В четверг 17 апреля в столице небольшая облачность без осадков, температура воздуха днем 26, ночью 16 градусов. На этом пока все. Развитие событий на нашем канале и на сайте Абаза.ТВ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова